С рукавами у нас история следующая. Сейчас я буду переносить вот эти вот линии складок. И хочу сказать, что если вдруг вы, например, будете шить что-то подобное, то если на платье вот здесь спереди были складки, то и на рукавах должны быть складки, ну на мой взгляд. А если вот здесь спереди вы переделали на такую густую сборку, ну просто, да, вот как юбка Татьянка, то и на рукавах можно сделать тоже просто сборку. Я пока не знаю, девчонки, честно говоря, сейчас посмотрю, один рукав сделаю со сборкой, один со складками, приложу, посмотрю, какой больше нравится. И уже исходя из этого, буду принимать решение, переделывать или нет полочку. Хотя, девчонки, честно сказать, вряд ли я буду переделывать полочку, потому что там уже все обметано оверлоком, наверное, туда я больше не полезу. Так что сейчас просто перенесу вот эти вот все линии. Я так понимаю, что на вот этих винтажных выкройках линия середины, она же вот эта вот стрелочка долевой, ну то есть линия середины рукава, где мы соединяем его с плечевым швом. Просто какой-то другой линии в этом месте я не нашла. Складочки я тут немножко сколола. Сейчас нужно их немножечко вот так вот распределить. Получаются глубины мы в сторону центра направляем. Вообще, если вы шьете по готовой выкройке, то здесь будет подсказка, в какую сторону направлять глубину складки. Глубину. То есть, смотрите, вот когда я направляю к центру, да, все укладывается ровно вдоль среза. Если я буду направлять от центра, то вот этот вот краешек, он видите, ну тут торчит, как бы выделяется. Такого, по идее, в готовых выкройках не бывает. То есть, тут все уже так подогнано и рассчитано, чтобы мы с вами только, как конструктор, это собрали. Так что, получается, по обе стороны от центра у нас будет так вот по две складки. Ну вот, смотрите, получается такая картина. Так, это у меня правый рукавчик. Вот. Там еще сказано, что нужно использовать какой-то жесткий материал, чтобы вот это дело у нас все стояло. Ну, держался рукав. Что можно использовать в качестве жесткого материала? Органзу. Какую-то формоустойчивую, возможно, хлопковую ткань. То, что мы с вами сможем, опять же, вот на эту сборку Татьянку присобрать и в качестве поддержки вот сюда пришить. Единственное, нужно, знаете, как бы аккуратно быть в том плане, что если материал будет колючий, то это место, ну, может колоть вам плечо. То есть, выбирать по возможности материалы не слишком колючие, но при этом формоустойчивые. Можно попробовать проклеить их жестким дублерином. Я, кстати, вот именно так и хочу поступить, чтобы просто наш вот этот вот пышный рукав держал свою формочку. Я сейчас прострочу эти складочки, чтобы уже потом они были готовы к втачиванию и не разваливались. Прошила швы на рукавах, припуски разутюжила в разные стороны. И, в принципе, девчонки, наши рукавчики готовы к тому, чтобы мы их втачивали в пройму. Единственное, что у меня после всех этих утюжек пропадают, вот эта вот метка пропадает в соединение рукава с проймой. Так что я ее сейчас обновлю и попробую вметать рукавчик в пройму и посмотрим, что получится. Вметала рукав в пройму. Здесь пока нет никаких подплечников, никаких укрепляющих, поддерживающих штуковин. Мне кажется, что смотрится уже вполне себе неплохо. Так что сейчас я вметаю другой рукав и в примере посмотрю. Может быть, и получится обойтись без всяких там подушечек. Вот так выглядят вшитые рукава, втаченные рукава в пройму. Довольно просто это было сделать, поскольку рукав со складками, не нужно было переживать за его припосаживание, распределение по окату. Он сам сел без каких-либо сложностей. Припуски я обметала на оверлоке и сейчас их еще нужно будет отутюжить и, возможно, заутюжить на рукав. Но вот обычно припуск заутюживается на рукав, как в данном случае поступить. Пока не знаю, но посмотрю. Возможно, да, девчонки, да, лучше на рукав. Пока никаких сюда поддерживающих частей я не подшивала, потому что мне нравится так, как есть. Ну, посмотрим. Там, может быть, уже когда платье будет готово, в конце просто поэкспериментируем. Ну, кстати, даже вот в таком варианте, да, вот тут изнанка моего рукава тоже складки смотрятся красиво. А с лицевой стороны складки смотрятся вот так. Так, то есть получается от плечевого шва две к переду и две к спинке. Также я тут за одним закрепила обтачку вдоль плечевого шва, чтобы она у нас не отгибалась. Вот, обметала краешек на оверлоке. И еще я отметила линию талии на моем лифе. То есть это линия, к которой позже я буду подшивать юбку. Как только решу, как она будет выглядеть. Это самая юбка. Потому что я думаю сделать либо четырехклинку, либо полсолнца. Ну, вот пока не знаю как. Для юбки к этому платью, в принципе, подойдет абсолютно любая выкройка. Можно сделать просто из прямоугольника и собрать как бы как Татьянку, да, то есть она будет прямая со сборкой. Можно сделать юбку солнца, полусолнца. Я решила взять выкройку из этого же журнала. Это вообще платье, я так и поняла, для беременных. Размер 34. Но здесь, видите, вот как раз юбка такая типа полусолнца. И еще со сборкой. Поэтому деталь довольно большая. Я пересняла одну из этих деталей. Мне, по сути, просто нужен был вот этот вот, скажем так, избит в районе талии на выкройке. И уже от него я построю вниз столько сантиметров, сколько мне нужно. Потому что у меня тоже будет сборка на талии. Поэтому какие-то нюансы и детали тут не столько принципиальны. В общем, главное, чтобы просто юбка подошла к лифу. Я выкроила три детали. Две детали спинки. Они будут со швом. И, значит, деталь переда, которая будет со сгибом. Сейчас я соединю боковые швы, центральный шов на спинке у юбки. И покажу вам, что получается. Прибавка в 20 сантиметров по обхвату талии на юбке взялась от того, что лиф у меня в районе талии как раз идет с прибавкой 20 сантиметров. Я переделывала выкройку журнала. Там она достаточно свободная. И в районе талии там прибавка как раз порядка 20 сантиметров. Поэтому я на юбке сделала точно такую же, чтобы она у меня точно подошла к лифу. Подкладку вместе с юбкой пришивала к лифу. Потом это все дело вместе обметала. И получилось, что у меня как раз образовался такой туннель между оверлочной строчкой и строчкой соединения лифа с юбкой. И в этот туннель я подпорола шов. Вот здесь вот центральный шов спинки лифа. И сюда вставила простую бельевую резиночку, которая платье и присобирает. На юбке у меня швы такие вот закрытые. Но здесь получился немножко странный шов, потому что я хотела делать французские швы, но прошила не изнанка к изнанке первый раз, а лицо к лицу. Ну и чтобы не распарывать, я просто потом настрочила вот этот вот болтающийся припуск французского шва. То есть видите, он вот вообще у французских швов, они вот так вот как бы отстают. А я просто вот здесь прострочила, вот здесь вот сзади, да, чтобы он был плоско лежащим. По низу подкладки у меня московский. Я все пытаюсь научиться делать его красиво, но пока получается так себе средненько. Ну как получается, так и получается. На нижний срез юбки я настрочила кружево к лицевой стороне фестонами вверх, прикладывая кружево очень-очень близко к срезу, чтобы оно даже немножечко закрывало этот срез, закрывая то, что нет оверлочной строчки там. Что край не обработан. У меня материал не осыпается, поэтому я решила, что обметывать я его не стану. Просто вот таким вот образом украшу. Подшивать низ юбки буду потайными стежками с помощью тонкой бисерной иглы и тонких текстурированных ниточек. Я немножко подкорректировала вот здесь верхнюю часть, потому что, короче, прострочила я слишком высоко. И когда вот так вот загибала хвостик, было прям некрасиво. Ну, я думаю, вы видели на предыдущих кадрах. И здесь у меня, видите, разница в складках. Но я решила так оставить, чтобы, знаете, создавался эффект натурального бантика. Потому что натуральный бантик, он же не симметричный. В общем, в принципе, перестрочить здесь вообще не сложно. И это ни капельки не лень. Просто, не знаю, мне кажется, что если вот эта вот симметрия, она как бы, ну, не знаю, в бантах она не очень нужна. Мне кажется, банты темы прекрасны, что они такие вот в разные стороны, по-разному направлены. Что скажете? Вы бы перестрочили вот этот вот косячок или нет? Да знаете, как говорят, не бойтесь совершенства, оно все равно недостижимо. Пришила перемычку бантика снизу. И хочу спрятать вот этот вот грубый широкий припуск шва, подвернув его уголочками к центру и закрепляя потайными стежками внутри. Ну что ж, платье закончено. Я надела его на манекен. Позже сама примерю. Но сейчас хочу такой обзорчик показать вам, что же в итоге у нас получилось. Рукавчики. Тут получается вот у нас две складочки вперед, две назад. Я ничем не укрепляла эти складки. То есть просто вот за счет упругости материала, за счет упругости джерси, они такие, какие есть. Но здесь, видите, у манекена нет рук, поэтому они как бы провисают на «мне будет чуть-чуть получше». Вот такой вот импровизированный бант. Мне нравится, как затягивает вот здесь вот немножко горловину, что она, видите, тоже не лежит ровно, а так немножко топорщится. Мне вот этот момент нравится. То есть создается ощущение, что это именно что-то такое затянутое, что это не просто тут пришито. Вот. Вставила резиночку. Рукавчики по низу я обработала кружевом. Я его, получается, пристрочила к краю. И потом отогнула. Ну и вот на ширину кружева сделала подгибку низа рукавов и также с низом самого платья. Получается, что вот этот вот срез я никак на оверлоке не обрабатывала, только пристрочила к нему кружево. Так. И вот такое же кружево у нас с вами снизу есть. И там еще есть подкладка. Вот так вот выглядит спинка. Тут немножко пропечатывается силуэт обтачки. То есть она у нас, видите, так вот как раз на уголочек была выкроена. Я думаю, что ничего в этом страшного нет. Все-таки трикотаж, естественно, такой мягкий. И сквозь него так или иначе что-нибудь, да, будет просвечивать. В общем, главное, чтобы просвечивала симметрично, чтобы линия была красивая. Так что, я думаю, все в порядке. Вот такая вот пуговка тут у меня. Красивая тоже. Немножко винтажная. И петельку я в этот раз делала такую вот сплетенную из ниточки. Просто маленькая, аккуратненькая. В принципе, это платье можно надевать и без расстегивания. Но я все-таки расстегиваю, чтобы, ну, знаете, не порвалось. Такой вот скромный, скромный вид сзади. И хочу показать вам еще спереди. Здесь у нас получилась вот такая вот обтачка лифа. Она у меня болтается. Я никак не закрепляла. А потому что мне показалось, что если закрепить, есть шанс, что может что-то где-то тянуть. А так она свободно лежит внутри. И, в принципе, из-за конструкции она не выворачивается. Закрепила только вдоль плечевых швов. Ну и вот здесь, наверное, будет интересно показать, как вот этот вот бантик, средняя часть банта подшита просто ручными стежками. Так вот сюда вот к припускам. В общем, ничего такого особенного. Все можно сказать по-простому. Ну и вот как все это смотрится. Тут еще где-то ниточки болтаются. Я хочу еще это платье постирать. После того, как закончила шить, я, как правило, все вещи стираю. Ну, за исключением каких-то жакетов, жилетов дублированных. На этом, девчонки, видео подошло к концу. Большое спасибо за внимание. Была очень рада снимать для вас это видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!